Детям из поселка Амангильды в Туркестанской области негде заниматься спортом. Сельчане годами просят местные власти построить им спортивные площадки. Чтобы погонять мяч на поле, ребятня вынуждена ехать в соседнее село. Тем временем их родители продолжают писать жалобы. В Акимате оценили тягу к спорту, но что в итоге, расскажет Катерина Попкова. Население поселка Амангильды в Келесском районе 2000 человек, но здесь до сих пор нет ни одной спортивной площадки, жалуются сельчане. Детям приходится ездить в райцентр, а кому это не по карману, занимаются вот здесь. На этом поле не то что играть, даже ходить неудобно, везде ямы, а еще колючки. Сельчане постоянно убирают их, но они успевают расти быстрее, чем решается вопрос со стадионом. Годами люди пишут письма в Акимат с просьбой приспособить территорию для занятий спортом. Ведь среди маленьких жителей поселка есть свои чемпионы. Дедар Алпызбаев был признан лучшим игроком по футболу в школьной лиге. Чтобы улучшать мастерство, нужны дополнительные тренировки. В соседнее село Абай приходится ездить уже 7 лет, а сейчас бензин, такси дорогие. Туда и обратно 400 тенге надо. Если бы у нас в ауле сделали поле, все ребята бы занимались здесь. В местной школе есть спортзал, но туда не всегда попадешь, говорят сельчане. Условий нет для детей. Вообще. Нам в первую очередь в стадион же нужен, чтобы дети играли. Вообще ничего нет. В районном Акимате же не понимают возмущения родителей. Говорят, спортивные площадки строят в порядке очереди. И ждут их сейчас не только в Амангильде. В 22-м году в плане, имбиши у нас есть такой, Ильдамикин. Там будет строиться спортплощадка. А в Амангильде в 22-м году в плане не предусмотрено. Сейчас не позволяет бюджет. Но когда дойдет очередь до этого населенного пункта, Акимсельского округа не знает. Все будет зависеть от бюджета. Просит сельчан запастись терпением. Но оно уже давно лопнуло. Поэтому Амангильдинцы начали писать очередную коллективную жалобу. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар.